Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Аля, и сегодня я собираюсь в новое путешествие. Путешествие это особенное. Я лечу в Абу-Даби по приглашению города, поэтому вот-вот у меня будет рейс из Ниццы в Париж и из Парижа прямой рейс в Абу-Даби. Так что, если вам интересно узнать детали данного путешествия, а также посмотреть все интересные и красивые места, которые мне предстоит посетить, то продолжайте смотреть. Травел аутфит, вкладка, которую я делала, но которая распалась, свитер из Аркета, под низом майка из Аркета, джинсы Левайс и кеды Адидас. По-моему, учитывая, что я лечу в Париж, мне кажется, у меня прям какой-то образ парижанки такой. Вот так выглядит самолет. Как бы надо сказать, что здесь уже в аэропорту очень все красиво, продумано. Пока только восторг. Столько сотрудников, которые хотят помочь, и вот эти уголки природы в аэропорту, это уж просто что-то. Я только-только зашла в номер, сижу перед этим видом, и у меня просто нет слов. Это просто шок. Так, ребят, ну что, сразу делаем рум-тур. Смотрите, вот такой номер, довольно большой. Сначала посмотрим ванну. Ну, во-первых, здесь шикарная ванна. Здесь можно принять ванну. Это что-то, что я не делала уже тысячу лет. Здесь вся уходовая косметика, все мыло от моего любимого Байреда. Есть еще душ отдельно. Все из мрамора. Здесь туалет. Давайте посмотрим, что в шкафах. Халаты, утюг. О, чудесно, здесь есть утюг. Чистилка для обуви, тапочки. Давайте посмотрим. Второй шкаф. И третий шкаф. Окей, это просто шкаф. С сейфом. Это просто вау. Невероятно. Ребята, у меня нет слов. Это самый красивый вид, наверное, с которым мне когда-либо давалось просыпаться. Здесь уже все разложили мы, чемоданы. Даже есть рабочий стол для монтажа видео, например. Во-первых, я в первый раз настолько спонтанно куда-то поехала. Чтобы вы понимали, сегодня понедельник. Ой, нет, сегодня уже вторник. Ну, как бы вылетела в понедельник, приехала во вторник. Билеты были забронированы только в субботу. То есть за полтора дня. Ну, во-вторых, это непростая поездка, потому что в этой поездке, я могу сказать, по работе, меня пригласил департамент культуры и туризма для того, чтобы посетить город и сделать на него свой обзор в Инстаграме. И, соответственно, организовал мне всю эту чудесную поездку. Красивый отель, какие-то интересные мероприятия. Чему я, конечно, несказанно рада, потому что я веду блог уже очень много лет, но при этом в такой поездке я впервые. На самом деле, были и раньше такие предложения, но они либо меня не очень заинтересовывали, либо местом было мне не так интересно, либо не вовремя. Ну, в целом, честно говоря, если я обычно куда-то хочу поехать, я просто могу туда взять и поехать. Но тут всё совпало, и время, и место, которое мне было безумно-безумно интересно посетить, потому что я уже была однажды в Абу-Даби, но была здесь буквально 8 часов, может быть, даже меньше. Я была в Дубае, и мы с подругой на день буквально заехали в Абу-Даби туда-обратно, успели только мечеть посмотреть. Сейчас я здесь прямо надолго посмотрю здесь все достопримечательности. Кстати говоря, если вдруг кому интересно, то это видео не спонсировано. Наше сотрудничество с Визит Абу-Даби проходит только в рамках Инстаграма, поэтому это видео я делаю по своему желанию. Я надеюсь, что я не замучаюсь и снимать вертикально, и фотографировать, и снимать горизонтально, но, тем не менее, мне хочется это запечатлеть. Ну, я просто уже сейчас смотрю на такой вид из отеля, и просто... Это просто вау, ребят, я безумно-безумно счастлива, безумно рада. Очень приятно быть таким гостем в таком городе, быть так тепло принятой, поэтому такая моя сегодня и человеческая, и блогерская радость. В это путешествие я пригласила мою маму вместе со мной съездить. Мы летели через Париж, то есть должны были встретиться в Париже. Я из Ниццы, мама из Дублина, и вот в Париже должна была быть наша встреча. Но так получилось, что в день нашего вылета были назначены национальные забастовки. Национальные забастовки, как я поняла, пограничного контроля, то есть людей, которые работают на границе. И из-за этого очень многие рейсы были перенесены, какие-то вовсе отменены. Мой рейс задержали на 40 минут, но у меня была пересадка 4 часа, а у мамы была пересадка всего полтора часа, и рейс задержали на полтора часа. Вы не представляете, как было обидно, когда я уже сидела в самолете на Абу-Дабе, мы еще не отъехали, мама мне уже прислала смс-ку, что они приземлились, и я побежала к стюартам, я говорю, пожалуйста, давайте подождем. Но они мне объяснили вежливо, что это не в их силах. И, в общем-то, мы вот так вот разменулись практически минуту в минуту, мне стюарты сказали, что 25 человек не пришло на рейс в этот вечер, просто потому что они опоздали. Так что маме пришлось ночевать в Париже, Air France дали ей отель, и сейчас она прилетит в другой Виолине, Etihad, и я поеду ее скоро встречать. У нас будет очень интересная поездка, в общем, я надеюсь, что вам будет интересно. Еще, возможно, я говорю немножко в нос, потому что буквально за день до вылета я простыла, я как бы себя более-менее физически ощущаю нормально, болят только глаза и нос. Ужасно себя ощущала при полете, когда садились, это просто... У меня взрывалась голова, шла кровь из носа, в общем, было реально плохо. И я потом бродила по Шарль-де-Голле, искала аптеку. Представляете, в Шарль-де-Голле, во всем Шарль-де-Голле нет ни одной аптеки, по крайней мере, вот во втором Е-терминале, где я была. Мне предложили вызвать Помпье, это типа как пожарная-скорая помощь, но я подумала, не надо, а то еще непонятно, куда меня увезут, что сделают. В общем, уже приехала в отель, уже позавтракала, уже поспала несколько часов, поеду сейчас смотреть Абу-Даби, и потом поеду маму в аэропорт встречать. Поехали со мной? Просто посмотрите на этот вид. Здесь каждый лифт сделан из разного камня. Мой любимый пока что это лифт из агата. Так, идем в Мемориал Основателей. Вот это Мемориал в честь шейха Заяда. Мемориал состоит из такого большого парка, очень ухоженного места. И вот здесь вот произведение искусства, которое состоит из множества металлических фигурок, которые под определенным углом делают портрет шейха Заяда. А как же здесь поют птицы? Такое умиротворение посредине шумного города. Очень красивый Мемориал. Просто позиция искусства. Вокруг красивый ухоженный парк. И тут даже внести хоккейна. Отдельно меня поражает количество людей, которые просто стоят с швабрами и наполировывают пол. Смотрите, просто все блестит. Кстати говоря, забавная заметка по ценам. Такси от аэропорта до гостиницы обошлось в 120 дирхам, что плюс-минус 30 евро. Мачо на овсяном молоке небольшого размера мне сейчас обошло почти в 50 дирхам, что равно примерно 10 евро. Ну, как бы интересное ценообразование. С другой стороны, может, это какая-то кофейня особенная была. Я сейчас иду в Центр искусств. Мимо набережной этот Центр искусств открывается после заката, потому что я так понимаю, что там световые представления. И, наверное, это одно из немногих мест, где вот прям гуляют и ходят пешком. В общем, побудут там часик, и пока не думала встречать. Еще представьте, что я только что обнаружила. Я забыла дома. Наверное, одно из самого важного. Без чего обычно люди не выходят из дома. Я забыла свой карточник со всеми моими картами. Забыла, потому что плохо себя чувствовала в день, когда собиралась. И потому что я вообще редко им пользуюсь, потому что везде в основном плачу Apple Pay. Ну и здесь, соответственно, я тоже плачу Apple Pay, плюс у меня есть наличное. Но я просто надеюсь, что мне не понадобится делать никакую крупную покупку, потому что Apple Pay крупную покупку не примет. Вот так вот я поехала путешествия без единой, без единой карты. Обнаружила это только что, когда за кофе хотел заплатить. В Объединенных Арабских Эмиратах живет аж 10 миллионов человек. И что интересно, 90% из этих людей иммигранты. Поэтому здесь очень многонациональное население. И, по моим наблюдениям, один из основных языков общения между людьми — это английский язык. Я нигде не испытала неудобства, везде разговаривая на нем. Впрочем, мне кажется, что сейчас так в очень многих странах. Зная лишь английский язык, вы можете чувствовать себя комфортно. Будь то в определенных странах в Европе, в Азии или на Ближнем Востоке. В целом, знание английского языка является сегодня очень ценным ресурсом, открывающим широкие горизонты как в личной, так и в профессиональной жизни. Поэтому сегодня я хочу рассказать вам об онлайн-школе английского языка «Профи Энг», которая поможет вам повысить уровень владения языком или освоить его с нуля. В школе проводят индивидуальные занятия опытные сертифицированные преподаватели, которые работают по британской коммуникативной методике. Школа «Профи Энг» сочетает в себе высокое качество образования и современные технологии. Вы сможете подобрать для себя удобное расписание, программу обучения и преподавателя, будь то для школьника или для взрослого. Менеджеры школы напоминают о занятиях и помогают по любым вопросам. У каждого ученика есть отдельный чат с менеджером, который может помочь, и если необходимо, то отменить или перенести урок. Занятия проходят на онлайн-платформе с интерактивными и игровыми механиками, которая доступна как и на компьютер, так и на смартфоне. В феврале по ссылке в описании можно получить 50% скидку, а также 5 уроков в подарок, введя при регистрации мой промокод Орлова. А для вашего удобства школа сделала систему оплаты, где платеж можно разбить, не потеряя при этом выгодное предложение. А также специально для моих подписчиков команда ProfiAng подготовила подарок – месяц разговорных клубов. Переходите по ссылке, которую я оставляю в описании, и начинайте изучать английский прямо сейчас. Так, идти 20 минут пешком шашлай гадала. Лишь бы был пешеход. Потому что перебегать не хочется. Ну вот, дошла, все-таки есть. Красота красотой, ну где я уже иду? Доль трассу, ну ладно, хоть я не одна. В общем-то я знатно так ошиблась, потому что я шла сюда полчаса. Оказалось, я думала, что это какое-то арт-представление именно на суше. Оказалось, что это все смотрится с лодки. На лодку надо стоять в очереди. И более того, вместо того, чтобы открыться сегодня в 5.30, становится сегодня открываться в 8. Поэтому тут столько народу вокруг меня. Притом, что я сейчас шла вдоль трассы практически одна. Теперь вокруг меня столько народу, и они все будут до 8 ждать очередь на лодку. В общем, я не буду это делать. Поэтому я вообще, наверное, уже отсюда прям сразу поеду в аэропорт. Ну, прогулялась зато. Мой завтрак. Здесь есть просто все, что душе угодно. Буду оплеваться здесь свежевыжатым соком, конкретно морковным. Заказываем яйца. Тут можно разные виды заказать. Так, мы выходим из дома. Едем сегодня в Касар-аль-Хосн. Это самое старейшее здание, которое здесь есть в Пападабе. Оно какого-то 18 века. Так что пойдем знакомиться с местной культурой. Касар-аль-Хосн. Тут интересно можно увидеть, как делается вот такой узор на ткани. Он часто присутствует на одежде. Видите, выглядит так, ну, как будто бы просто. На самом деле, вот, то есть, получается, 4 катушки на тонной нитке. И вот такая вот одна золотая или серебряная. И так вручную она сшивается. Так, это сейчас по моей теме, раз уж я увлеклась вязание, то здесь про то, как делается нитка. И вот потом, как вяжется. Да, это пигмент, которым красят нитки. На этой выставке можно познакомиться со всеми традиционными обычаями. От приготовления кофе до вязания вот таких вот изделий, одежды создания. Так, ну что, у нас вот такая вот плата десертов. Такой вид. Так, ну что, у нас вот такая вот плата десертов. Продолжение следует... Очень вкусные алименты. Мы киридаем их здесь. Особенно для десертов, если вы получите пластиковые, мы получим их сейчас и получим пластиковые. Идем в мечеть. Смотрите, как мама уже одета. Я все в черном. Но у меня платок есть с собой белый. Но я хочу арендовать Абаю. Так что, если получится. А если нет, то я что-то тоже готова. Ну все, мы оделись. Оказывается, здесь больше не дают в аренду после ковида. Наряды. Но зато можно купить. И самый дешевый стоит 45 дирхам. Это 10 евро. Я взяла себе чуточку подороже за 100 дирхам. Это 22 евро. Я, в принципе, ожидала, что аренда будет даже дороже стоить. Ребята, еще такая информация. Мы с мамой вчера поехали на рынок, который называется Альсук. Какой-то там маркет. И там, честно говоря, было очень неприятно. Очень завышали цены, торговались и так далее. И мы почему-то думали, что здесь нельзя будет купить какие-то, ну в туристических местах, какие-то платки, вот такие вещи. А оказывается, вот сегодня мы пришли, и оказалось, что в туристических местах, мало ли того, что здесь все то же самое. Оно стоит дешевле, чем нам предлагали эти парни на рынке. И даже вот мы торговались с этими парнями еще. И все равно они дороже нам предлагали. И мы нагло довольно торговались. Они все равно дороже нам предлагали, что они довольны были, чем вот здесь, в туристическом месте. Вот, поэтому моя рекомендация, если кто поедет, ходите лучше по туристическим местам, если хотите максимально комфортно иметь для себя отдых и не вступать в излишне ненужные контакты, то просто ходите по протоптанным дорожкам. И все, в принципе, здесь для туристов есть. Мужчина верится, что человек научился создавать облака. И еще даже пускай-тофельцы. В общем, это целый пик. Такой экспириенс. Сначала тебя катают по пустыне, потом тебя отвозят и фотографируют. Они здесь все натренированы, чтобы круто фотографировать. Потом привозят к мерплюду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, работа по расписанию. После всех этих активитис монтирую видео. Набираю сейчас музыку под видео. Вот, и хочется, честно говоря, уже спать, потому что очень насыщенные дни, по три-четыре ивента в день. Но надо еще успехать и эти дела делать. Плюс завтра выходят новые уроки на моем курсе по YouTube. Так что работаем надо. Перешли на пляж. В общем-то, в последний день у нас очень мало времени, но как не насладиться солнышком зимой. Ну что, мы приехали на следующий наш экспириенс. И это катание на каяках по парку, по реке какой-то. Здесь какой-то тропический лес, я не знаю, построили. Ну, смотрите. Так, вот здесь все красиво. Магазинчик есть. Мы немножко опоздали на свой каяк, поэтому идем со следующим туром. А пока пойдем погуляем по парку. Продолжение следует... Сейчас рассказал гид. Смотрите, вот мы в парке, где растут вот эти деревья. Называются mangroves. Это важные деревья для того, чтобы экосистема подводного мира могла существовать. Так вот, эти деревья, смотрите, вокруг. Здесь кажется, что это все какие-то маленькие веточки, может быть, маленькие baby деревья, но на самом деле нет. Оказывается, вот это вот все, что вы видите, это корни деревьев. То есть корни уходят сначала вниз, а потом выходят вот так наружу. И когда течение падает, корни деревьев оказываются на воздухе и поглощают кислород. Потом через пару часов течение снова поднимется, ветки будут под водой, места, через которые поглощается кислород, закроются. Вот, и потом снова так по кругу. Здесь соленая вода, в ней нет кислорода, и дерево поглощает эту воду солью, и потом вырабатывает соль, как я поняла, на своих ветках. Это потом едят крабы, которые здесь живут. И вот смотрите, как высоко вода поднимается, то есть вот там вот есть белая часть соленая, как раз на деревьях. Вот такая вода будет через пару часов. Это уникальные деревья, которые могут воду деассольтировать. Стрекоза, стрекоза. Еще здесь очень много интересных всяких животных, рыб, которые выпрыгивают. Сказали, что иногда можно видеть газель, но нам пока не повезло. Ну что, мы приплыли здесь, значит, такие практически солевые, грязевые ванны. Так, пойдем за гидом. Он интересно рассказывает очень про местность. Как нам рассказали, это деревья, и вообще вот такая среда, это та, которая здесь естественна, на этой земле. Вот, и просто правительство Абудаби помогли немножко этому парку расшириться тем, что засадили деревья. То есть, как можно видеть, некоторые здесь малыши растут еще. Кто-то скатал здесь песочек. Кругляшки такие, шарики. Мы сейчас едем в Лубарабудаби. Ой, я уже нарядилась. И смотрим с мамой в последний раз, ну, в последний раз в этот приезд, по крайней мере, на наш шикарный вид при дневном свете, потому что вернемся уже в темноте. Очень, конечно, он впечатляющий, особенно в первые минуты, когда ты его видишь. Вот мы и в Лубре, который знаменит своей интересной архитектурой и построен на воде. В музее сейчас проходит временная выставка «Кортье», где представлена история ювелирного дома. Также она прикликается с историей популярности и популяризацией исламского искусства и арабского искусства во Франции в начале 20 века. Посмотрите, какой свет интересный. То есть он настроен так, что тень отражается. Вы знаете, я продолжаю смотреть, наверное, это все-таки прожектор, который оттуда светит, потому что очень ярко. Тут можно посмотреть, что они не такие большие промежутки, как нарисовано на украшении. Во-вторых, вряд ли быть таким ярким светом украшения светили. Вот, смотрите, мудборд ювелиров прошлых веков. Здесь вот есть видео, которое иллюстрирует всю сложность и всю кропотливость работы над этим ювелирным изделием. Более того, иллюстрирует также вдохновение, откуда взял автор. И после этого, конечно, все остальные украшения, которые ты смотришь, все остальные произведения искусства уже совершенно по-другому воспринимаются. Поэтому вот такая вот картинка, она колоссально меняет восприятие всей выставки. Единственное, что я бы исправила на этой выставке, это то, как сделаны вот эти таблички. Потому что глаз приспосабливается к яркому свету. Ты разглядываешь все эти украшения, которые под очень ярким светом. А потом ты начинаешь смотреть. Вот, как видите, вам сейчас не видно, мне надо поменять экспозицию. И то не могу вам показать. В общем, таблички очень тяжело читать. Очень откликается вся концепция музея, то, что это универсальный музей, который соединяет разные культуры, разные искусства, разные периоды и показывает, как на самом деле это все между собой похоже. как это все с друг другом перекликается, пересекается, вдохновляется. И мне кажется, что это очень классно иллюстрирует вот эти такие универсальные человеческие ценности. Потребность в создании, потребность в передаче, информации, знаний. В прошлый раз у меня было такое ощущение от музея, но я не помню этого зала. А в этом году, то был 2019 год, и 20-й год, в ковид, в ковидные времена. А в этом году здесь вот сделали такой зал, который прям конкретно эту идею иллюстрирует. Так, смотрите, и тактильные ощущения наши здесь задействуют. То есть можно потрогать мрамор, с которого делали, портреты, и можно даже потрогать статую. Я думаю, это, во-первых, конечно, для слабовидящих, но полезно и для всех остальных. В прошлый раз, когда была в этом музее, вот здесь висел Наполеон на коне. В этот раз, смотрите, заменили, я сюда подумала, к чему тут Наполеон. Вот так более логично. Такой зал. Музей небольшой, пройти его можно за три часа, при этом все работы в коллекции заслуживают вашего внимания. Таблички с объяснениями картинам понятны и не занудны, и даже есть специальные стенды для слабовидящих. Если вы будете здесь с детьми, то для вас есть отдельное здание с интерактивной выставкой, посвященной космосу. И, наконец, архитектура. Музей построен на воде и имеет куполообразную крышу и сетки геометрических фигур. Ну что, мы прощаемся с нашим чудесным отелем, красивым таким. 5 утра и мы едем обратно откуда приехали. В аэропорту всюду живые цветы вот так посажены, как грядка. Это, конечно, просто потрясно. И помимо этого в аэропорту тишина, то есть вот здесь не объявляют никаких посадках, только возле самих гейтов. За счет этого очень тихо, комфортно. Можно ходить по магазинам, убывать с архитектурой и цветами. Ну что, ребят, я уже дома во Франции, подвожу итоги поездки. Несмотря на то, что время было очень насыщенное и мне действительно надо было создавать много контента в рамках этого сотрудничества, тем не менее я насладилась поездкой, провела время с мамой и, конечно, посмотрела все эти красоты. Надо сказать, что я очень впечатлилась вообще уровнем сервиса в целом в Эмиратах и конкретно здесь в Абу-Даби, насколько все сотрудники всех отелей, ресторанов, насколько они все улыбчивы, приветливы. По крайней мере, после жизни во Франции, в целом Европе ты от такого сервиса отвыкаешь. И учитывая, какие там цены, они на самом деле не столь высоки, как многим кажется, особенно если мы сравниваем это с отелями во Франции или где-то в других странах Европы, правда, вот соотношение цены и качества просто в восторге я осталась. Очень мне там понравилось, и я действительно считаю, что это отличное место для отдыха. Кстати говоря, просто напомню, что это видео не рекламное, что сотрудничество с городом Абу-Даби было только в рамках Инстаграма. Это видео я записываю для себя, для вас, чтобы самой запечатлеть момент и запомнить эту поездку, ну и также с вами поделиться интересными, красивыми местами, потому что там действительно очень-очень много занятий есть. Надеюсь, видео вам понравилось и вы подчеркнули для себя что-то интересное. Если это так, то обязательно ставьте лайк, пишите в комментариях, если вы были в Абу-Даби или, может быть, хотели бы туда съездить. Ну, а я с вами прощаюсь, увидимся в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok